В этом ролике ты узнаешь, что такое последовательный гибрид, и мы поделимся с тобой подборкой из 13 кроссоверов и внедорожников от самого доступного до самого премиального. А для наглядности и удобства приведем таблицу со всеми характеристиками этих автомобилей. Подписывайся на канал, приятного просмотра! Последовательный гибрид – разновидность комбинированной силовой установки, в которой двигатель внутреннего сгорания не связан с колесами и работает только в роли генератора. В России гибриды такого типа только набирают популярность. Все преимущества чистых электромобилей сохранились, а основной недостаток ликвидирован. Можно не бояться остаться без зарядки где-то на трассе. Бензиновый мотор подстрахуют. В нашей подборке собраны все последовательные гибридные кроссоверы и внедорожники, которые сейчас продаются в Китае. Автомобили можно приобрести через China Car Club и сэкономить. Открывает нашу подборку SVM Tiger EDI – самый доступный вариант на рынке. Кроссовер размером со Skoda Kodiaq доступен с 5 или 7 местным салоном. Запас хода до 1000 км – мизерный расход топлива, а входной билет в мир последовательных гибридов стоит всего 14 000 долларов. Без компромиссов не обойтись. Придется согласиться на несовременную внешность, непритязательный салон с бюджетными материалами, слабую силовую установку, 143 силы 210 Нм только передний привод и архаичную заднюю подвеску с тягой Panara. Запас хода на электротяге в лучшем случае – полсотни километров. Новый SVM Tiger – солидный клиренс, 195 мм и практичный обвес по кругу кузова. Без учителя сбора этот автомобиль мог бы стать любимцем российских таксистов. Следующий на очереди – Dipple S7. Dipple – это суббренд Chang'an, ориентированный на молодежь. Кроссовер S7 – под стать. Эффектная внешность, добротные материалы отделки и модный салон. По форм-фактору и дизайну интерьера Dipple S7 близок к Tesla Model Y. Но в гамме есть не только электрическая, но и гибридная версия. Привод только задний, электромотор развивает 238 сил и 320 ньютон-метров. Предусмотрены варианты с батареями емкостью 19 или 32 кВт-часа, запас хода на электротяге – 121 или 200 км. Кроссовер Dipple предлагает взрослые опции – переднее кресло с электрорегулировками, панорамную крышу, медиасистему с 15,6-дюймовым тачскрином и 14 динамиками и целую плеяду электронных помощников. Стоит S7 вдвое дешевле базового Leauto L7 от 21 тысячи долларов. В том же ценовом сегменте конструктивно близкий Leapmotor C11. У него тоже задний привод и переднее расположение бензинного двигателя, но батареи больше – на 30 и 44 кВт-часа. И электромотор тоже мощнее – он выдает 272 л.с. и 360 ньютон-метров. Запас хода без активации ДВС составляет от 200 до 300 км. А с учетом бензобака автономность может достигать 1000 км. Изюминка Leapmotor C11 – симметричный интерьер, два тачскрина, цифровая приборная панель и минималистичное оформление. Салон оделан кожей, тканью и мягким пластиком. В списке опций множество электронных ассистентов. Из высокопрочных стали сделано 76% кузовных материалов, так что пассивная безопасность на уровне. А еще гибридный Leapmotor доступен в пяти комплектациях, причем ДВС можно выбирать Turbo 3 1.2 или 4-цилиндровый атмосферник 1.5. Кроссоверы Aita M5 и M7 от Huawei. Они пока малоизвестны в России. По габаритам и конструкции они сопоставимы с младшими Lysian, но цена меньше примерно на четверть. Базовый Aita M5 это почти 5-метровый кузов, 5 метров в салоне, двухмоторная полноприводная силовая установка на 496 сил и 675 ньютон-метров. Кроссовер M7 чуть длиннее, предлагает трехрядный салон и почти идентичную технику. Запас хода без активации ДВС в обоих случаях составляет до 200 км, а общая автономность 1100-1200 км. По дизайну M5 M7 сдержанные, интерьер и экстерьер современные, но без эпатажа. Интерфейс от Huawei понятен интуитивно. Есть английский язык, а там где необходимо остались аналоговые клавиши. Китайские покупатели хвалят M5 M7 за удачную настройку пружинной подвески, шумоизоляцию и удобную мультимедийку. У «Семерки» есть своя изюминка – заднее правое сидение с нулевой гравитацией. Проблем с эксплуатацией и обслуживанием Aita в России не будет. Бывший дилер Мерседеса с 2024 года начнет официальные поставки машин в нашу страну. А пока можно привезти Aita напрямую из Китая и не переплачивать. Еще один бестселлер – среднеразмерный кроссовер Wear Free. В России модель продают официально, но из Китая можно привезти обновленный вариант. Причем выгода составит почти 3 миллиона рублей. Прогресс по техническим характеристикам тоже заметный. Увеличилась отдача бензинового двигателя, так что теперь генератор быстрее заряжает батарею. Еще изменен дизайн центрального тоннеля. Появились площадки для беспроводной зарядки, а физических кнопок стало меньше. Наконец, стал более продвинутым процессор. Но сделано это в расчете на автопилот, который в нашей стране пока не работает. Обновленный Wear Free поменялся и внешне, но реформа экстерьера на любителя. С хвоста с Мазерати китаец лишился. Сильные стороны у модели остались. Разгон 0,100 за 4,8 секунды. Отдача 490 сил и 720 ньютон-метров. Запас хода без активации ДВС до 160 километров. А общая автономность составляет 1200 километров. Кроссоверы Lissian L7, L8 и L9. Медиамагната Ли Сяна, законодатели моды на последовательные гибриды. Популярность пришла не только и не столько из экономичной силовой установки. Клиенты оценили выдающийся комфорт, качественный отделочный материал, многообразие опций и популярный форм-фактор. В лявто сделали ставку на большие кроссоверы с 5 или 6 посадочными местами и попали в яблочко. Первым на рынок вышел самый крупный вариант L9 длиной 5,2 метра. Базовой версии предусмотрены проекционный экран, кресло с вентиляцией, массажем и электроприводами. Информационно-развлекательный комплекс с тремя 15,7-дюймовыми экранами и 21 динамиком. Кинотеатр в салоне, откидные столики и холодильник. Уровень уюта топовых европейцев за полцены. Успех также развили, добавив гамму L7 и L8. У всех моделей идентичное шасси с пневмоподвеской и два электродвигателя с совокупной отдачей до 449 сил и 620 ньютон-метров. А запас хода с учетом ДВС составляет 1100 километров. На электротяге можно проехать от 180 до 210 километров. А разница между кроссоверами L7 в размерах, конфигурации салона – 5 или 6 мест, наличие или отсутствие лидара, емкости батареи и опции. Сам L7 сравнил кроссоверы с айфонами. Дескать, L9 – это Pro Max, а L8 – обычная версия Pro. GSHI 01 Этот кроссовер пока не так раскручен, и этим можно воспользоваться. Пятиметровый автомобиль создан для путешественников, поэтому необычных опций больше, а конструкция проще. У GSHI 01 есть полевая кухня, спальные матрасы, целая россыпь, ниш для мелочей и внедорожная геометрия. Глубина преодолеваемого брода – 700 мм, а по периметру кузова – пластиковые накладки. А вот пневмоподвески нет, и некоторые посчитают это достоинством. Конструктивно GSHI 01 отнюдь не прост. Есть адаптивные амортизаторы, многорычажка сзади, пиковая отдача составляет 476 сил и 740 ньютон-метров. Автономность – 235 километров без активации ДВС и 1115 километров с учетом бензинового генератора. Салон рассчитан на семерых, есть аудиосистема с 14 динамиками и 15,7-дюймовым тачскрином. А главное – кроссовер GSHI на 20% дешевле распиаренного Lissian L9. Неужели маркетологи пока дают честную цену? Флагман Айта – новейший кроссовер M9 длиной 5,2 метра, конфигурация с шестью посадочными местами, интерьер с гиперэкраном а-ля Mercedes EQS, индивидуальные планшеты в спинках, кресел на первых двух рядах, фары с возможностью показа кино, проектор в салоне и аудиосистема с 25 динамиками. Да, на оснащение в Huawei не поскупились. Эксплуатационные характеристики тоже на уровне. Двухмоторная силовая установка развивает 496 л.с. и 675 ньютон-метров. С учетом бензин-генератора под капотом запас хода превышает 1200 километров. Есть адаптивная пневмоподвеска, кресло на первых двух рядах мультиконтурное с подогревом и вентиляцией. Целый ряд опций входит в базовое оснащение, так что стартовая цена чуть выше, чем у топ-версии Lissian L9, а с полным фаршем разница достигает 20%. Дан Фэнк Мэнши Мхиру 917 Брутальный вездеход Мхиру 917 в России только собирается, и дилеры заранее нагнетают ажиотаж. Дескать, тираж будет ограничен, а цена составит как минимум 18 миллионов рублей. При заказе напрямую можно сэкономить до треть цены и выбрать любые желаемые опции. Автомобили Мэнши небезосновательно называют китайскими хаммерами. У материнской фирмы Дан Фэнк есть лицензия на оригинальный американский армейский вездеход. Однако, Мхиру 917 по технике не уступает возрожденному электромобилю хаммеров. Глубина преодолеваемого врода 900 миллиметров. Клиренс 221 миллиметр. Есть пневмоподвеска, управляемое шасси и четырехмоторная силовая установка с отдачей 816 сил и 1050 ньютон-метров. Автономность 5-метрового вездехода полной массой 3,7 тонны и 750 километров. А разгон 0,100 дается огромному автомобилю за 6 секунд. А вы ждете сравнительных тестов китайского и американского хаммеров. А заключает нашу подборку Янван U8. Недорожный флагман концерна BYD пока доступен только в виде гибрида, но чистая электрическая версия тоже будет. По функционалу U8 уникален, помимо обязательных атрибутов вездехода, типа небольших свесов, пневмоподвески с диапазоном регулировки 150 миллиметров и полного привода, есть целый ряд необычных фишек. Благодаря четырехмоторной силовой установке Янван может развернуться на месте. Благодаря хитрой проработке кузова и электросистемы, также у внедорожника по особенному настроена ходовая часть. На твердом покрытии подвеска сама выравнивается, и в теории Янван U8 может двигаться на трех колесах без дисбаланса. По мощности и крутящему моменту U8 тоже нет равных. Пиковая дача 1197 лошадиных сил и 1280 ньютон-метров. Видимых недостатков два. Из-за внушительной массы необходима грузовая категория прав, а цена рекордная для китайцев 140 тысяч долларов. Подводя итоги, можно сказать, что если вам нужна мощность, проходимость, премиальность и взгляды окружающих, то безусловно это будет дороговато. И это будет Янван U8. M-Hero 917 можно отнести сюда же, но чуть хуже разгон и не настолько крутая отделка, как в Янван, и соответственно дешевле. Если хотите сэкономить, то присмотритесь к первым трем вариантам. Естественно, премиальности и мощности тут ждать не стоит, но у вас запас хода точно даст прочувствовать все плюсы последовательных гибридов. Нужен семейное авто для путешествий? Пожалуйста, Жиши 01. 7 мест, интересные опции, достойные внедорожные качества и хороший запас хода. Нужен умный, хорошо оснащенный и дальнобойный внедорожник? А это M9. А может нужен просто хороший и сбалансированный авто? Линей колесиан. В общем, все авто из нашей подборки в чем тогда хороши. И каждый найдет здесь именно свой последовательный гибрид. Приходите на основной канал, где мы уже сняли обзор на некоторые из этих автомобилей. А также подписывайтесь на наши остальные социальные сети по ссылкам в комментариях.